Елена Дмитриевна Мамина Мамин Сибиряк Марию в Екатеринбурге и, влюбившись в нее, увез ее в Петербург, где она родила ему дочь Елену, а сама на следующий день умерла. Всю свою любовь Мамин Сибиряк отдал дочери. Она родилась больным ребенком. Врачи вынесли ей приговор, что, мол, она не жилец, но отец и няня-воспитательница, француженка, Ольга Гувале, тетя Оля, с которой позже обвенчался отец, не дали девочке умереть. Пока Аленушка была маленькой, отец дни и ночи проводил у ее кроватки. Ее даже называли отецкой дочерью. Когда Лене исполнилось два года, отец начал писать для нее сказки, которые впоследствии получили название «Аленушкины сказки». Когда девочка подросла, то из-за болезни не смогла учиться в школе. К ней приходили учителя на дом. Отец сам много внимания уделял развитию дочки. Водил ее в музеи, много читал ей. Аленушка хорошо рисовала, посещала курсы рисования Кравченко, учила иностранные языки, писала стихи, брала уроки музыки. Была очень религиозной и часто посещала церковь. В 1902 году, после свадьбы отца и Ольги Францевны, семья переехала в Царское село. Там Елена в основном и написала свой первый сборник стихотворений, который сейчас хранится в доме музея ее отца в Екатеринбурге. В 1908 году мамины вернулись в Петербург, чтобы Елена имела возможность посещать гимназию вольной слушательницей. В 1912 году Дмитрий Мамин-сибиряк скончался. Елена совершила поездку в Екатеринбург, познакомилась с родными и вместе с тетей Олей составила завещание, по которому дом мамины сибиряка после смерти последнего владельца стал бы музеем ее отца. В феврале этого же года стихи Елены были напечатаны в журнале «Мир», а затем в журналах «Юная Россия» и «Труд». В мае 1914 года она посетила Финляндию, где у нее развился туберкулез. Елена Мамина пережила отца на два года и скончалась от скоротечной чахотки 5 сентября 1914 года во время Первой мировой войны. В период Гражданской войны квартира маминых была разграблена, погибли все семейные архивы, стихи, рисунки, часть работ ее отца. Елена была похоронена рядом с отцом и матерью в Александро-Невской лавре, где через год всем троим был установлен памятник. На памятнике были высечены слова мамины сибиряка «Жить тысячу жизней, страдать и радоваться тысячу сердец. Вот где настоящая жизнь и настоящее счастье». В 50-е годы 20-го столетия прах семьи маминых был перенесен на Волково кладбище Санкт-Петербурга. Мир мой любимый, лазурные звуки, Песни рояля в предутренний час, Повести счастья и страшной муки Все мне расскажет и все передаст. Горе тяжелое, слезы бессильные, Грезы уставшей души. Все передаст нам, и слезы обильные Плынут волною в тиши. Он успокоит нас сказкой нарядною, Грезою песней родной, Повестью тихою чудной, Отрадною. «Он возвратит нам покой». Все, что тяжелого в жизни встречалось, Душу томило и жгло, С музыкой чудною тихо сливалося, В звуках печаль унесло, Высохли слезы и песни далекие, Смолкли, царит тишина. Слезы последние и одинокие, След им послала душа. Субтитры подогнали Симон.